Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, безусловно, мы сегодня говорим о особой тактике у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, то есть наших акцентов в ведении пациентов, связанных с риском развития осложнений, то есть наша программа ведения пациентов. А мы говорили о том, что это важно учитывать и подбор оптимальной диеты, и психологическую разгрузку, и миликабинтозную терапию. Но вот очень важно еще учитывать и риск развития осложнений. На сегодняшний день мы наблюдаем более 700 пациентов с язерным колитом и неклассифицированным колитом. В принципе, он ведется так же, как язерный колит. И вот моя задача сейчас, в общем-то, рассказать, поделиться нашим, даже не опытом, может быть, а тем, как мы выстраиваем вот это вот ведение пациентов в повседневной нашей амбуаторной практике. Итак, речь, конечно, пойдет о поддерживающей терапии, потому что сегодняшняя тема – это профилактика колоректального рака у пациентов с ВЗК. И вот поддерживающая терапия, помимо своей цели достижения клинической ремиссии, эндоскопической ремиссии, без приема системных и топических стероидов у пациентами, это профилактика осложнений, это сокращение потребности в колопроктектомии у этих пациентов. Но, в общем-то, это и своевременное назначение хирургического лечения. Сегодня затронуты были уже аспекты, надеюсь, что хирург, выступающий после меня, как раз остановится на том, кого он бы хотел забрать у нас, у гастроэнтерологов, на колопроктектомию. Это будут как раз пациенты какие? С какой дисплазией? Да, то есть вообще высокая степень дисплазии, которая доказывается вторым морфологом. В общем-то, это показания колопроктектомии, причем пациент может быть вообще в ремиссии, он ничего может не беспокоить, он пришел на контрольную коллоскопию. И эндоскопист при хромоскопии или случайной выборочной диапсии обнаружил высокую, как бы, взял диаптат, в котором была обнаружена высокая степень дисплазии. И, в общем-то, это показания для колопроктектомии. То есть мы уже обсуждаем мультидисциплинарность хирургами, подключаем еще раз к лоборфологов и разговариваем с пациентом, что кишку нужно убирать, потому что очень высокая степень трансформации колоректальной рака, протекают они очень агрессивно и зло. При выборе поддерживающей терапии, таким образом, одной из наших задач является профилактика колоректального рака, что мы объясняем пациенту, да, то есть что нас ежедневно, вот приведение пациентов, буквально в каждом конкретном случае, заставляет быть настороженными. Итак, что на сегодняшний день доказано и известно, изложено в рекомендациях ЭКО этого года по язвенному ковиду. Риск развития колоректального рака выше по сравнению с общей популяцией. И немножко повторю то, что говорил Алекс Милыч, но просто сделаю акценты. Риск связан с длительностью заболеваний, то есть все, что больше 8 лет, уже риск. Распространенность, левосторонний и распространенный язвенный колорект. Проктит практически не имеет риска развития ковиду колоректального рака, это все важно для ваших пациентов, в вашей практике повседневной. Ну и, в общем-то, более тяжелое, плохо контролируемое воспаление, эндоскопическое и, в общем-то, гистологическое. На сегодняшний день известные факторы риска в плане с колоректальным раком основывались просто на наиболее интересных исследованиях. Итак, систематический обзор литературы, мета-анализ показал, что частота колоректального рака за период наблюдения в среднем 14 лет, это где-то 1,5%. Средний стандартизованный риск колоректального рака 2,4% в течение 10 лет, да, то есть меньше 1%, в течение 15 лет это до 2%, и в течение 20 лет 5,3%. В общем-то, это немного, но это, как бы, такая цифра относительно, да, нечасто. В общем-то, конечно, нередко, еще раз хочу становиться, что это действительно очень агрессивное течение колоректального рака, и, как правило, пациенты, если они не наблюдаются, а обращаются уже синтематикой, то это далеко зашедшие раки. Действительно, риск колоректального рака в 4 раза выше для молодого возраста установления диагноза, то есть 30-40 лет, и он выше у мужчин, чем у женщин. Предиктор колоректального рака. Ну вот, в сравнении с контролем были показаны риски, значит, которые, вернее, факторы, которые увеличивают риск. Это наличие псевдополипов. Но, конечно, здесь не сами псевдополипы, как бы, трансформируются в колоректальный рак, там, или в диспазию, просто наличие псевдополипоза – это признак того, что было тяжелое воспаление, раз. И второе, когда большое количество псевдополипов, эндоскописту очень сложно найти вот этот вот измененный или малоизмененный, или вообще внешне неизмененный участок слизистой оболочки, да, из которого можно взять биопсию и затем верифицировать в диспазию морфолога. То есть псевдополипоз мешает установить, выявить, диагностировать эту диспазию. Ну, действительно, уменьшали риск, это своевременно регулярно проводимые кулоноскопии, курение, о чем говорил Ларик Самуилович, и применение, приема препаратов противовоспалительных, в том числе препаратов 5-миносилициловой кислоты. И, в общем-то, это исследование делает вывод, что при длительном анамнезе язвенного колита снизить риск развития кулоректального рака может выполнение, регулярное выполнение кулоноскопии с БМС, ну, и прием противовоспалительных средств. И такое резюме, краткое, да, мета-анализ 9-ти клинических исследований о протективной роли 5-миносилициловой кислоты в отношении кулоректального рака при язвенном колите действительно снижает практически развитие кулоректального рака в два раза у этих пациентов. Затем мета-анализ достаточно широкого спектра публикаций до 1994-1912 год и оценивались случаи кулоректального рака в 23 тысячи пациентов было показано, что использование 5-АСК связано со снижением риска кулоректального рака. И действительно прием более высокой суточной дозы, в общем-то, тоже приводил к более лучшим результатам. В частности, показано было, что мисолазин в дозе 1,2 и выше работает лучше. То есть, применение более высокой среднесуточной дозы, она более эффективна. Но, вот этот подход никак не был оптимальным для распространенного язвенного колита. То есть, распространенное тотальное поражение, распространяющееся за селезеночный сгиб. Вот здесь уповать на химиопрофилактику, то есть прием 5-АСК, в общем-то, не приходится. Действительно было исследование, которое сравнивало эффект теопуринов 5-амидосалициловой кислоты и комбинации теопуринов 5-АСК. И было показано, что, в общем-то, теопурины имеют протективный эффект в отношении миоплазии. Это интересно, потому что мы знаем, что теопурины, вообще иммуносупрессоры, они достаточно агрессивны в отношении вообще каких-то лимфопролиферативных заболеваний. Мы знаем, как не любят теопурины американцы, они больше назначают метатриксат даже для поддерживающей терапии. Вот интересно в этой связи заключение, что в отношении колорабитального рака теопурины оказывают протективный эффект. На что это нам, о чем это говорит? О том, что, в общем-то, главное справиться с воспалительным процессом. Помимо протяженности поражения, помимо возраста появления симптомов, оказывается, помимо активного воспаления, оказывается еще и действительно стерозирующий холомбит, сопутствующий, повышает риск колорабитального рака. Это появление анамнез. Спрашивайте, пожалуйста, у ваших пациентов про ближайших родственников первого родства. Вылили среди них с колорабитальным раком моложе 50 лет. Вот это заставляет нас действительно проводить колорабитацию пациента, в общем-то, ежегодно. Ну и гистологические тоже критерии воспаления, они так или иначе коррелируют с частотой колорабитального рака. Опять же таки, мы приходим к тому, что нужно добиваться не только клинической энероскопической ремиссии, но и удерживать гистологическую ремиссию. Хотя, насколько мне известно, валидизированного определения, что же такое должно быть гистологическая ремиссия, на сегодняшний день нет. Это можно было бы обсудить уже вот в дискуссии. Медикаментозно поддерживая ремиссия. Как мы подходим? Мы говорим, надо поддерживать ремиссию. Препараты для этого 5-минус-салициновая кислота, имуэлосупрессоры, биологии. Значит, важно ступенчато оптимизировать дозу 5-АСК, то есть повышать ее, если она недостаточна для ремиссии. Повышать, переключать на имуэлосупрессоры и иногда повышать дозу имуэлосупрессоров для целевой лейкопении, ну, либо назначать биологические препараты. Итак, мы видим, что среди препаратов для поддерживающей терапии нет места стероида. Есть 5-АСК, имуэлосупрессоры и биологические препараты. Обратите внимание, стероиды не системные, не топические, не используются на сегодняшний день, не рекомендованы для поддержания ремиссии из нюэлоколита. Ну и, конечно, основой являются препараты 5-АСК. Да, ректальная месолазина – это первая линия терапии при проктите, это альтернатива в рельсостороннем сколите. Ну и для индукции и мистики, безусловно, комбинация и перорайных и ректальных форм, она лучше. Что касается поддерживающей терапии, то по рекомендациям, последним рекомендациям ЭКОП, поддерживающая доза должна быть не менее 2 грамм в день. Если это ректальное введение, то 3 грамма в неделю раздельными дозами. Конечно, предпочтительным является дозирование 1 раз в день. Ну и действительно, согласно Олегу Смейловичу, он тоже мне абсолютно не нравится сульфасолазин для поддерживающей терапии. Хотя он по эффективности не уступает ни салазину, но токсические эффекты заставляют все-таки переходить на более оптимальные, да менее агрессивные препараты, менее токсичные. В общем-то, все препараты не салазина, они эффективны, если рассматривать клинические исследования. Но действительно, нам важно, чтобы пациент, чтобы при лечении язвенного колита вся слизистая толстая кишка была охвачена достаточной концентрацией 5-миносалициловой кислоты. И для этого нам очень важна доставка этой 5-АСК. В этом плане, безусловно, нам помогает мультиматриксная доставка, мультиматриксная система доставки. И процент ремиссии язвенного к этому, в общем-то, процент больных, он прямо зависит от того, какова концентрация 5-АСК в слизистой оболочке. Собственно, и гистологическая ремиссия тоже будет от этого зависеть. В этой связи мультиматричный миксолазин, мизабант, в общем-то, хорошая альтерматива другим миксолазинам. То есть, поскольку обеспечивается оптимальный уровень пятенских в левых отделах ободочной кишки, вплоть до прямой кишки, пациенты длительное время могут находиться на такой, как бы, терапии. То есть, если, скажем, необходимо добавить рептальные формы, то всегда можно их добавить. То есть, показана была высокая эффективность вот этих новых форм доставки до грамму, это мультиматриксная система доставки в левых фланг ободочной кишки по сравнению с обычными таблетированными формами. Вот о том, о чем говорил уже Александр Милович. То есть, доставка адгезии к слизистой, 5 аминосолициловых кислотой удержания на поверхности слизистой. Это, на самом деле, очень важно. Ну, и считаю, что действительно пациентов можно ввести, даже при распространенной левосторонней форме из лекарита, ввести на пароральной форме с мультиматричной системой доставки. И только при необходимости, если пациент говорит, что вдруг там через полгода, через год появилась какая-то примесь крови в стуле, сделать эндоскопическую оценку, убедиться в том, что действительно там прямая кишка слегка воспалена, добавит ректально еще свечку к лизаванту. Что касается азотиоприна, мы ведь говорили, что он тоже, в общем-то, является протективным, обыдать протективным эффектом в отношении колоректального рака. 2 мг на килограмм в сутки, при кроном, помним, 2,5 мг на килограмм, при резаном колите меньше дозы препарата. Если рецидивы возникают на фоне поддерживающей терапии оптимальными дозами 5-аминосалициновой кислоты, то есть если дозировка 2,4 в сутки не позволяет удерживать пациента в ремеси, добавили еще свечечку, в самом ремеси не удерживается, тогда, конечно, купируем атаку, да, то есть вводим в ремеси и уже на поддерживающей терапии остается азотиоприн. Если это стероидозависимость, то есть невозможно отменить стероиды, не удерживать 5 АСК без стероидов, если это индукция ремиссии была непределенными стероидами, то есть потребовалось назначение не пароральных, а парентеральных форм, а там, при низолоне, тогда, конечно, подключаем сразу азотиоприн. Ну и если индукция была циклоспорином, спасательная терапия тоже поддерживающая терапия будет азотиоприном. И очень важным аспектом является приверженность терапии, то есть это степень соответствия действий пациента, предписанного врачом интервалу и режиму дозирования препарата, то есть не просто доза, но еще и интервал, и время приема, и сюда еще и целый спектр поведения пациента, там, бросить курить, допустим, при болезни крона, исключить что-то из рациона, то есть это целый комплекс рекомендаций. И если ему пациент следует, то, в общем-то, он привержен. Действительно, если пациент принимает один раз в день препарат или салазина, то это обеспечивает очень хорошую комплайнентность, то есть он выполняет ту дозу, принимает ту дозу препарата, которая назначена, то есть комплайнентность – это компонент приверженности. Хорошо приверженный пациент с хорошим поведением пациента, правильно, комплайнентный, то есть тот, который принимает назначенную дозу, не менее 80% назначенную салазина. И, собственно, вот эту комплайнентность проще достичь, если пациент принимает один раз в сутки, ни два, ни три раза. И это тоже позволяет сделать мизомант, поскольку, посмотрите, поддерживающая терапия – две таблетки, это 2,4 грамма, это не 6 таблеток мисакова, там не 4 таблетки того же, той же пентаса или салафалька таблетированной формы. Ну, то есть вот это вот удобство приема, оно позволяет этой терапии, в общем-то, она пожизненная. То есть она рекомендуется всем больным, ни у кого она не отменяется, это поддерживающая терапия, ни через полгода, ни через год, ни через два, пожизненная. И, в общем-то, поскольку полностью излечить медикаментозный язвенный корид не представляется возможным, можно только убрать толстую кишку, тогда пациент будет хирургически излечен, а пока кишка на месте, он должен проводить противорецидивную поддерживающую терапию. Причем мы уже сегодня поняли, что очень важно, чтобы была зажившая слизистая и не было воспалительного процесса, ни эндоскопически, ни министрологически перифицируемого. Спасибо большое.